Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поэтому, конечно, мы делаем это не избегая резорбции, а для того, чтобы, например, зафиксировать пластический материал, аутотрансплантат или твердую мозговую оболочку или какой-то другой трансплантат. Или выполнить шов, который зафиксирует, например, как при операции Бьерн, 1963 год, апекально-корональное смещение. Зафиксирует после мобилизации слизистого надкосничного лоскута в новом положении, не давая ему отъезжать обратно. Мотаем дальше. Остается ли надкосница без подстилающей картикальной пластинки? Если, на самом деле могу сказать сразу, если надкосница была цельная и без повреждений, конечно, она остается. И даже если имеется дефект на подстилающей картикальной пластинке, он полностью восстанавливается. Ну, точнее, не восстанавливается, он замещается новыми тканями, которые образуются именно от соединения сосудов надкосницы с сосудами принимающего ложа и от деления клеток надкосницы. То есть клетки надкосницы, отделяясь внутрь, соединяются с теми клетками, которые уже были за счет кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, а также канальцевого транспорта. Формирует щелевой, так называемый, транспорт между межклеточным веществом и лаконами и восстанавливает полностью утраченную структуру. Потому что образование костной ткани происходит в любой пустой полости в строме. Ну, то есть в теле, в организме человека, где подразумевается костная структура. При этом образование костной структуры, оно первично. Есть опыты, когда мы пересаживаем стенку мочевого пузыря в брюшную стенку, и там формируется, ну, по сути, фрагмент костной ткани. Потому что линия кости, она является доминирующей, первичной. Ну, давайте почитаем вот этот фрагмент, который остался по диагонали, и двинемся дальше. Тут речь идёт о том, что если конституционально у пациента тонкая пластинка, то есть риск того, что там образуется дырка. Потому что нет нагрузки адекватной в этой области. И, в общем, ну, то есть нет смысла читать. Давайте едем дальше. Так, ну, и здесь про 3D-конструкцию. Вернем, что указано на неровную испортную структуру. На самом деле, вот этот фрагмент интересен. Нам надо сейчас мы про рентген найдём. В большинстве случаев 3D-реконструкции у корней резцов обнаруживается неровная гранулированная поверхность. Здесь, конечно же, речь идёт не о гранулированной поверхности, а о губчатой кости. А анатомия её, как здесь указывается, указывает на неровность поверхности корня, действительно формирует аналогичный объём, анатомический, для того, чтобы выдерживать адекватную жевательную нагрузку. Это характерно не только корням резцов, но и жевательных зубов, но и, в принципе, любых зубов. То есть, если корень имеет собственную анатомию, и мы восстанавливаем каким-то образом костную структуру, она будет, конечно же, повторять объём корня зуба, для того, чтобы сохранять весь корень в костной ткани, обеспечивать его адекватное кровоснабжение и питание, костная структура, которая его поддерживает, ну и выдерживает механическую нагрузку, и выдерживать, то есть создавать амортизацию адекватную жевательной нагрузки на этот зуб. Если нагрузка будет избыточна на этот зуб, объём кости, он либо компактизируется снаружи, для того, чтобы быть более прочным, либо второй вариант, если нагрузка чрезмерна, то он будет убывать, а зуб будет подвергаться, соответственно, дистопии и образованию рецессии. Тут очень много, на самом деле, патологий пытаются объединить в одно, объясняя это образованием рецессии десны. Поэтому с нашей точки зрения, с точки зрения нашей темы, эта статья не вызывает доверия, к сожалению, потому что она написана про очень много чего, поэтому мы будем смотреть дальше. Статья объединяет очень много различных факторов, которые объединены под общей темой возникновения рецессии десны из-за дагесценции. Ну, по сути, к чему подводит, что вот этот термин, он объясняет. Да, вообще главная суть этой статьи, это, что, наверное, первичным фактором является дегесценция. Первичным. Дальше у нас идут клинические примеры. Давайте их посмотрим. Вот у нас картина, которую мы видим. Ну, что мы видим? Во-первых, у меня очень мелкое преддверие. Давайте покрупнее сделаем картинку и посмотрим, на что мы могли бы обратить внимание. Там есть еще объяснение. Ну, на что могли не обратить внимание авторы. Фотография, в принципе, сделана неплохо. Вот я вижу, как одну из причин, например, то, что у нас 21 зуб, он имеет опущение относительно 11. Режущие поверхности попадают не в единую плоскость. Да, да. То есть, ну, просто первично, даже без каких-то чудес. У пациента мелкое преддверие полости рта. Очень маленькая ширина прикрепленной десны. Да, очень маленькая ширина прикрепленной десны. Ну, это оттянутые, на самом деле, в ретракторе так. Действительно, наверняка есть тежи, которые присутствуют. Прикрепленной десны у нас действительно совсем мало. И на верхней челюсти мы это тоже видим, что в дистальных участках оно вообще отсутствует. Да, прикрепление уздейчик и тежей очень низкое. Вот это вообще, особенно уздейчиком верхней губы, это видно прям чуть ли не сосочка. В данном конкретном случае, вот анализирую это все, потому что данный случай не очень подходит для этой статьи. Это, конечно же, травматическая перегрузка в прямом прикусе. Передним резцом, да, переднего резца нижней челюсти. А за счет того, что у нас здесь нет, очевидно, никакой костной поддержки, потому что костная структура находится, вот в лучшем случае, вот здесь, вот по этому уровню. Потому что это неприкрепленная десна. Да. У нас имеет место рецессия вот здесь на клыке, и вот здесь на клыке, и на клыках выше. То есть, есть у пациента действительно анатомическая дагестенция. И она является основной причиной образования рецессии, а не травма. А травма в данном случае сопутствующая. Да. И за счет того... То есть, генетически детерминированная... Конечно, поэтому данный снимок, ну, он не знаю, что описывает. Вот, собственно... Да, это просто давление на данный конкретный зуб при жевательных движениях. То, что рецессии здесь множественны, это очевидно. То, что есть действительно плохая гигиена и вот эти белые пятна, ну, чего это следствие. Ну, тоже трудно сказать. Если фотография в реальном цвете, то, скорее всего... Да, тоже скорее. Это не европейский пациент. Это либо южноамериканский. Ну, понятно, да, что есть оттенок парадонта. Да. Да. Даже вот они это как-то связывают с налетом. Но, мне кажется, здесь налет это сопутствующий негативный бриллион. Это вообще просто условие. Потому что вот эти, да, меловые пятна, от чего они образованы, тоже вопрос. Меловые ли они или нет, это налет. Поэтому давайте мотать дальше. Ортодонтическое движение может превратить рецессию в зону риска. И на протяжении всей этой статьи, видимо, потому что он был написан в ортодонтический журнал, то ли есть какая-то цель преследовать ортодонтическое лечение, что, в общем-то, на самом деле неправильно. При его адекватном выборе, при планировании совместно с парадонтологом мы получаем абсолютно адекватный результат без рецессии Дисны. Или мы их устраняем до установки брекетов. Или мы решаем эти процессы в процессе передвижения зубов, потому что они могут, наоборот, задвигаться в зубную дугу, если они были где-то дистопированы вестибулярно. Поэтому вот этот тезис, ну, как бы, или заголовок, я бы с ним, конечно, не согласился. Я бы либо сюда написал, что неадекватное ортодонтическое лечение, а, вернее, может предотвратить рецессии Дисен в зонах риска. Ну, тоже, да, да, адекватное ортодонтическое движение. Да. Но вопрос, что такое адекватное ортодонтическое движение, тоже позывает вопросы. То есть есть план, да, нам очень часто все-таки ортодонтическое движение подразумевает выдвижение дуги в ширину, потому что основная проблема зубов все-таки не выдвижение их наружу, а, наоборот, скучивание. Ага. Поэтому, ну, естественно, там, какой процент ортодонтических, я не скажу, но, в общем-то, основной процент планов подразумевает выдвижение зубов вестибулярно по дуге. И если при этом зубы находятся, продолжают находиться в костной ткани, то, конечно же, оно предотвращает. Но, как бы, вопрос, да, где находится эта костная ткань? Да. Давайте мотать дальше, потому что, очевидно, пока мы здесь ничего такого не видим. Вот еще подзаголовок. При наличии рецессии десны ортодонтическое движение улучшит ее, но это нежный проблем. Нет, это не так. При наличии рецессии десны в подавляющем большинстве ортодонтическое лечение усугубляет степень рецессии, то есть оно повышает класс рецессии или приводит к кубле межзубного сосочка, более прогрессирующей, либо, в общем, так или иначе, оно уменьшает объем костной структуры вестибулярно по высоте и ширине в области уже имеющейся рецессии десны, потому что не создает увеличение ни объема мягких тканей, ни объема костной ткани. Согласна? Да. Я лично ни разу не видела, чтобы ортодонтическое лечение улучшило наличие рецессии. Чаще, да. И даже если рецессии нет. Чаще наоборот. Да, чаще, даже если нет рецессии, но есть риск их возникновения за счет выдвижения зубов вестибулярно, они 100% образуются. В разной степени. И чаще множественные, потому что при ортодонтическом лечении, даже при передвижении мягкими силами, о чем в этой статье написано вначале, не формируется такой объем кости. Даже за счет того, что... Есть такой великий ученый Кокич, который сказал о том, что можно передвинуть корпусный зуб, а на его место поставить импланта. Ну, по сути. Потому что за зубом растет кость. Или можно зуб передвинуть в соседнюю позицию, а потом вернуть обратно. И объем кости не уйдет. Да, существуют такие примеры, но далеко не у всех пациентов. И именно вот этот первичный набор факторов генетически детерминированных, определяющих фенотипические показатели, он и будет говорить нам о том, у каких пациентов какой будет результат. Продолжение следует...